У Казахстана есть потенциал стать одним из крупнейших энергетических хабов Центральной Азии. Такое мнение выразили зарубежные эксперты во время панельной сессии по вопросам экологии климата. Сейчас на международном форуме Астана рассматривают также и проблему глобального подсепления. Гульдана Калин на прямой связи со студией. Гульдана, вам слово. Гульдана Калин на прямой связи со студией. В этом мире это и коснется Казахстан. И поэтому это вполне возможно нанесет невосполнимый урон биоразнообразию страны, водным ресурсам и энергетике также. Поэтому весь этот вопрос необходимо контролировать на законодательном уровне. Такие вот именно тезисы, выводы сделали и спикеры сегодня во время панельной сессии. Также еще одна проблема, которую обсудили, это острая необходимость перехода к зеленой энергетике. Так как рост добычи, в том числе в Казахстане полезных ископаемых, очень также негативно влияет на окружающую среду. Но в этом плане хотелось отметить, что международные и зарубежные эксперты считают, что у Казахстана есть все шансы, чтобы стать климатическим хабом во всей Центральной Азии. Почему? Потому что на всем евразийском пространстве наша страна занимает лидирующую позицию в плане привлечения инвестиций и развития вообще именно данной отрасли. К примеру, только в прошлом году в эту сферу было привлечено около 100 миллиардов долларов. Также эксперты считают, что у Казахстана достаточно удобные географические и климатические условия для строительства возобновляемых источников энергии. И то, что к 2030 году этот показатель хотят довести до 15%, а к 2060 году и вовсе добиться углеродной нейтральности, эксперты считают, что это вполне реально. Мы до прямого включения записали Лауру Альтингер. Это руководитель группы ПРООН по вопросам природы, климата и энергетики. Давайте послушаем ее мнение относительно ситуации в Казахстане. В Казахстане проделана большая работа. В то же время существует огромный потенциал для развития возобновляемых источников энергии. 3% сегодня составляет процент ВИА в электроэнергетическом секторе. В гидроэлектроэнергетике это почти 30%. Но цель сейчас довести этот показатель до 15%. В целом я могу сказать, что субсидирование угля в Казахстане усложняет эту задачу. Отвечу, вопросы экологии и изменения климата будут обсуждать и завтра, во второй день Международного форума Астана. Обсудят экономические и экологические проблемы, последствия внедрения углеродной нейтральности. И также рассмотрят пути решения борьбы именно дефицита нехватки воды. Вот пока у меня вся информация. Судья? Спасибо большое, Гульдана. Уверена, очень много полезных месседжев и информации будет еще и завтра.